Сегодня воскресенье, 22 сентября. В Киеве тепло, прекрасная погода, но в воздухе очень сильно пахнет гарью. Под Киевом, говорят, горят торфяники. Но настроение хорошее, и это не мешает нам ехать на барахолочку. Сегодня мы отправляемся с вами на Куреневку. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Буду вам очень благодарна за подписку. Ютуб говорит мне, что мои видео смотрят без подписки. Для продвижения канала подписка очень важна. Доброе утро. Мы приехали на Куреневку. Давно здесь не были. Посмотрим, как тут обстоят дела. Вообще, любая барахолка – это охота. Прям дух охоты. Так и интересно. Думаешь, что же сегодня сумеешь найти? Советская нержавейка. И я делаю здесь узор. Все его очень любят. Вьюночек. Куреневка – довольно своеобразная барахолка. Я бы даже назвала ее бложкой. Здесь вы антиквариата не найдете. Хотя бывают иногда такие сюрпризы. Однажды есть у меня видео. Среди гуар мусора я нашла статуэтку лисенок ЛФЗ. Это у меня была такая радость. И, конечно же, я его забрала. А вот это сколько фруктовница стоит? 160. А вазочки? 180. 80-ти. О, вот такая сумма. Вот такая сумма. 10-30-8. Стой! Сука, такая корзинка? Нет ответа. Раньше все писали, один рубль было. А ваши новенькие платочки почем? Новенькие платочки и 50 древние. У меня на Минске был сосед. Короче, продает деньги. Рубль он положил почему-то рубль. Люди выносят свою одежду, обувь. У кого что есть, всяко-разно. Жаль красивая ладья, она была со сколом. У многих такая ладья стоит в сервантах, даже сейчас. Это я точно знала. Тоже сяк битая, видишь? Да, вижу. Дай где-то видишь. А, нет, это не битая. Ну, а ну посмотри вот это. Не, они все изъедем, я не хочу. Это ваши тарелочки? Да. А, а где бабулька? Здрасте. А что ж такое? Что вы переехали поближе? Нет, просто вышло. Скажите мне, сколько стоит ваша ваза? 300. Так, а тарелки ж почем? Вот эта красненькая, сколько стоит? Вообще, почем тарелки? Сориентируйся. По 20, по 15. По чем она? А вот это она одна? Да, она одна. Почем она? Давайте за 15, именно она дала. Ну, я хочу посадить. Почем она? Ой, господи, то что я думаю. А, нет. 3 метра все 50, а метр 100. Да, 100. Не то пальто. Главное, что и тарелок нету таких, чтоб можно было купить. Ой. А вот этот кувшин сколько стоит? Ну, это 200 гривен. Если бабушка дала продать, я уже ему две недели нашла и сказала, что он не пойдет даже. Да, за 200 он не пойдет, это точно. Какой красивый чайничек, городница. Подержали. Грамотно. Моя мама такая. Такая вазочка. 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 Если вам нравится эта вазочка. Да. Спасибо. У моей мамы такая есть ваза. Как нет, таких, что мне надо. Вот эти чашки в какую цену? Чашечка, да? Нет, поградите. Тарелочек нету под них? Тарелочек нету под них. Две кружечки стеклянные. Сколько стоит? Да, на подносе стоит. По 50. А чайничка под них нету? Чайник готова. Тоже нема, да? Так, а скажите, а вот-вот-вот с елочками сколько стоит такой заварник? Можно подать за варник, значит, 10. Женщина, забирайте за 20-ку, там хорошие рецепты. Ужалки. Видите, по-моему, дайте. Так, вот это в какую цену такая штучка такая? 160 гривен. 160 гривен, да? 60. 60. Я говорю, то, а не 100. А, то, а мне 100. Не знаю, 60 гривен, но это бабушкины еще остатки. Не, не несите, я не буду брать. Так, что она у нас украинская кухня, все, и еще по полу-время берите за 20. Не, спасибо, Аня, она в таком состоянии, не очень хорошем. Да, ну, понятно. Понятно, что в каком есть. Я поняла. Да, ну да, ну да, да. Так, что я хотела? А вот эта вазочка вторая, вот такая, сколько стоит? 350 гривен. Учерская стекло. Сколько такой штопчик стоит? 300 гривен. Да? Куча детских, вон, пластинки. СССР, видишь? Это что такое у нас? Бочечка. Ну, без крышки, да. К hoje, вон, я взяты. Да, ну, без накопления. Ну, без крышки, да. Бочечка. Ну, без крышки. Возьмите, конечно. Бочечка. Ну, без крышки, да. Бочечки. Бочечки. Вот это есть? Мы бочечки. Бочечки. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok